Приветствую вас, мои дорогие подписчики на канале Мира Хёрб. Меня зовут Ольга. Сегодня у нас с вами очередное кулинарное видео. И готовить мы будем вместе с вами вот такие вот безглютеновые блины или панкейки, как их в Америке называют. Но перед тем, как мы с вами приступим к приготовлению этого интересного продукта, я бы хотела немножко уделить внимание такой вещи, как глютен. И понять, стоит ли нам, с вами, обычным людям, среднестатистическим, настолько заморачиваться по поводу, есть глютен в продуктах или его там нет. Потому что на полках супермаркетов всё чаще я замечаю, что вот эти яркие красные надписи, что не содержит глютен, без глютена. И, как правило, такой продукт стоит в несколько раз дороже стоящего рядом, но с глютеном. Глютен – это клейковина, которая содержится в пшенице, ржи, ячмене. И есть, да, определенная группа людей, которые не переносят этот компонент, организм не переваривает. И эти люди больны, такой болезнью называется целиакия. И на Земле их достаточно маленький процент, и те, кто болен, они действительно знают о своей проблеме и стараются придерживаться этой самой безглютеновой диеты. Я считаю, что обычным жителям, у которых, в принципе, со здоровьем всё в порядке, переплачивать деньги за безглютеновые продукты не стоит. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, вы чувствуете тяжесть после того, как съели выпечку, ну, откровенно говоря, переели, просто ограничьте себя в продуктах из белого, да, содержащих пшеничную муку. Просто, да, съешьте не 10 пирожков, а один, и вы почувствуете ту самую лёгкость, о которой все так стремятся. Педиатры, вы знаете, да, что много есть детских акаш, на которых написано безглютеновая акашка, там, для детей, для первого прикорма. Педиатры здесь в данном случае тоже перестраховываются. Дело в том, что мамы маленьких деток, они очень часто жалуются на такие симптомы, когда вздутие живота, колики, поносы, или же наоборот, запор. А это и есть те самые симптомы вот этой целиакии. Педиатры перестраховываются, дабы сильно не нагружать желудочно-кишечный тракт ребёнка, то они советуют сначала начинать прикорм именно с безглютеновых каш. Обычному же взрослому человеку, среднестатистическому, в общем-то, здоровому, смысла гоняться за безглютеновыми продуктами я не вижу, и переплачивать за них деньги. Хотя сейчас модна такая вещь, как безглютеновая диета. Но, опять же, перестаньте есть мучное, и вы начнёте худеть. Тут, в общем, всё очень логично. Можно это, да, назвать модной безглютеновой диетой. Почему я купила вот эту смесь безглютеновую? Кстати, основной её компонент – это рисовая мука. Мука обычного белого риса и мука бурого риса. Поэтому, если вы склонны к такой неприятной вещи, как запоры, то тоже стоит задуматься, стоит ли вам покупать вот эту данную смесь. Мне просто стало интересно, что это такое. Мне стало интересно сравнить вкус. Стало просто интересно, что это за продукт, поэтому я его купила, и хочу приготовить его сейчас вместе с вами в первый раз, и увидеть, каков будет результат. Рецепт приготовления предельно прост. Он указан сзади на упаковке. Также хочу сказать, что смесь обогащена различными полезными ингредиентами, такими вот как витамина, витамин С. Это также всё указано вот здесь вот сбоку. Также здесь есть группа витаминов В, железа. Ну, в общем, сплошная польза. Главное, чтобы это ещё было вкусно. Отзывы на iHerb на эту смесь довольно-таки неоднозначны. От супер восторженных до абсолютно негативных. Какого-то даже серединных отзывов таких, которых нечто среднее я не нашла. То есть, либо кому-то очень нравится, либо не нравится совсем. Пробовать будем вместе с вами. Также придёт к нам с вами в конце видео независимый, абсолютно неподкупанный эксперт, который попробует и уж поверьте, мнение этого эксперта, вот оно вот действительно будет истинно по поводу того, вкусно это или нет. Поэтому, если интересно, оставайтесь, будем вместе готовить. Вот она, наша с вами героиня, безглютеновая смесь. Давайте приступать к приготовлению. Для приготовления вот этих панкейков по рецепту нам нужно 2 яйца. Сначала всё делаем точно, как указано на упаковке. Ни шагу в сторону, никакой импровизации. Нам нужно узнать именно тот самый вкус, который должен получиться по замыслу производителя. Так, нам нужно 2 яйца перемешать с 2-мя стаканами молока. У меня обычный дом и деревня. Вот сейчас мы перемещаем 2 стакана, 1 стакана, 1 чашки, наверное, так, хватит. Кстати, да, я подумала, что моё видео может быть полезно. Вдруг зайдёт действительно человеку, у которого есть проблема, вот такая, как действительно непереносимость глютена, возможно, тоже будет полезно посмотреть, и он найдёт на сайте iHeart.com, что-то для себя сможет приобрести, потому что действительно тяжело уже с этим заболеванием. Так, теперь добавили мы молоко. И также производитель советует, как советует, по рецепту предусматривать добавление 4-х ложек растительного масла или 6-ти ложек сливочного масла. Вот я растительное масло добавляю. И теперь всё это, вот, без смеси нам нужно перемешать. Замесить и нарубить. Пусть все у нас! Вот мы с вами перемешали. И открываем пачку, смотрим, что там внутри. Так. Здесь у нас на нас смесь написана. Вот, смотрите, панкейк, какой-то номер, чтобы, наверное, фальсификации не было. Ну, чтобы не перепутали, вдруг это какой-то другой порошок. Мало ли, знаете, всякое призывание бывает. Тут чётко написано, что на упаковке панкейк позаботились. Открываем. Так, соду добавлять или какие-либо разрыхлители не нужно. Они уже есть в смеси. Давайте, я поставлю ещё какие-то, наверное. Поэтому, всё, теперь просто надо всё вместе. Я буду добавлять по чуть-чуть и перемешивать. Получилась вот такая вот смесь гущечек. Чем на блины, но жиже, чем я делаю, допустим, на те же самые оладьи. Пока мешала я, понюхала эту смесь. Пахнет она приятно. Действительно, мне напомнил запах такой вот детских каш, которые вот мамы готовят. Ну, вот готовые, которые в коробках продаются для прикорма. Тут есть уже ванилин, какие-то натуральные ароматизаторы. Так что пахнет всё это приятно. И немного, да, действительно пахнет такой вот рисовой мукой. Потому что это, на самом деле, основной компонент данной смеси. Теперь производитель советует 10 минут подождать. То есть мы ждём, видимо, чтобы набухла сама вот какая-то клейковина, не скажу. Потому что здесь нету глютена, нету клейковины. Вот рисовая мука, наверное, должна вступить в взаимодействие с молоком. И также должен вступить в реакцию разрыхлитель. 10 минут ждём и будем выпекать. Так, ну что, прошло у нас с вами 10 минут, как советует производитель. Сковородка у меня уже разогрелась на огне. Сейчас мы смазываем её буквально немного маслом. Кстати, вот хороший совет вам, не лить масло из бутылки на сковороду. Если жарите, прям вот, потому что много можно налить. Лишний жир нам ни к чему. Вот всё, поэтому я вот пользуюсь вот такими силиконовыми кисточками. Так, вот наша смесь. На ней пузырьки появились. Видимо, правда, сода вступила в реакцию с мукой, с жидкими компонентами. И вот я не знаю, какие по размеру должны быть панкейки. Честно, я никогда не была в Соединённых Штатах, к сожалению. Может, к счастью. Поэтому я лью обычным вот половником. Я знаю, что это должно быть что-то нечто большее, чем обычная оладь. Поэтому вот я налила. В общем, жарим, смотрим. Можно, наверное, уже можно его перевернуть. Вот он легко снимается. О, оладушек у нас с вами получился. Ну, кстати, он такой пышненький, ничего такой. Выглядит симпатично. Пахнет, пахнет блинами. Снимаем с вами первый блин. И, кстати, смотрите, он не комом получился. И наливаем второй. Топка из блинчиков уже достаточно приличная получилась. Поэтому не буду уже тарелку к сковородке подносить. Это бы и всё рассыпется у меня. Сейчас уже близится дело к концу. Ну, кстати, хочу сказать, что производитель обещает, что из этой упаковки получится в районе 8 панкейк. У меня уже 8. И вот я ещё продолжаю жарить. Может быть, всё-таки не должно быть больше по диаметру. Но, в принципе, меня такие тоже устраивают. Так, ну, это, наверное, последний блинчик. И с вами давайте смажем последний раз хорошенько в сковородку маслом оставшимся. Сейчас остатки все. Сейчас у нас ничего не оставалось. Потому что будет самый большой блинчик. Так, для этого самого большого последнего оладушка я приготовила отдельную тарелку. Чтобы не нарушить всю эту пирамиду, это ещё и пойдёт всё. И его-то мы и будем давать пробовать нашему эксперту. Так что продолжайте смотреть. Ну, это вот и есть наш эксперт. Это Анюта. Всем привет! Анечка очень любит блины, да, Анюта? Аня может съесть много блинов. Но только Аня до сегодняшнего дня ела обычные блины, такие, какие я и вы все привыкли с детства, да, Анюта? А сегодня мы дадим Анюте попробовать американский вариант блинов, панкейков, да ещё и непростых, а безглютеновых, которых одна рисовая мука. Да, Анюта, будешь пробовать? Да. Интересно? Да. Скажи, а пахнет вкусно у нас дома? Вкусно пахнет. Давай, Анюта. Анюта неподкупный эксперт, она очень привередливая. Заметьте, я ничем не поливала эти блины для того, чтобы она могла ощутить весь вкус. Сейчас она вам расскажет, вкусно это или нет. Честно только, ладно скажешь? Не будешь обманывать? Нет. Точно? Точно. Не обманывай. Давай. Давай. Ну как? Пойдите. Ну и пробуй. Только честно, помни, говорю, честно. Ну как? Поначалу, как и наши вот обычные блины, потом немного это, как-то не очень получается. Давай еще раз попробуем. Давай чуть-чуть еще. Ну есть-то можно, скажи? Ну есть можно. Ну, судя по тому, что Аня соглашается есть дальше, с этими панкейками не все плохо, потому что если что-то не нравится, ее уже заставить пушить практически невозможно. Да, Анюта? Ну-ка, давай. Ну как? Точно так. Что? Ничего нового. Ну, сначала вкусно, а потом не очень. Да? А если сметаной полить? Давайте попробуем. Нет, ну скажи, а вкуснее будет? Я думаю, а если медом еще полить? Да? Вообще, Аня очень любит мед. Ну, давайте я что ли тоже попробую. Тоже интересно. Расскажу вам. Они не сладкие. То есть, конечно, они приторны сладкие. Нет, они такие солноватые у них вкус. Не знаю, достаточно довольно приятные, не противные абсолютно. Нет, по вкусу не похоже. Это не наши с вами блины, и даже не наши с вами оладьи. Вот они такие толстенькие. Смотрите, получается воздушные. Да, Анюта? Ну да. Кушать можно? Да. А ты будешь еще кушать их? Да. Там у нас же, видели, целая игра получилась. Видите, Аня говорит, что будет кушать. Так что я еще съем. Ты еще хочешь? Да. Я думаю, что можно брать. Ну все, держи вилку. Слушай. Я думаю, что вы поняли, что можно брать, покупать. Нам понравилось. Так что заказывайте сахер. Экспериментируйте. Покупайте там новые продукты. Пишите, делитесь с нами. Нам тоже интересно знать, какие продукты любите вы. Да, Анюта? Ставьте нам лайки. Если кому-то не понравилось, поставьте дизлайк. У нас страна демократия. Хотя мне кажется, Ане нужно поставить только лайки. Она очень старалась быть честным экспертом. Поэтому ставьте пальчики нам вверх. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.